Акустика – это уши в музыкальной системе автомобиля. Или рот, в общем, не важно, но очевидно то, что без динамиков музыку не послушаешь. И сейчас мы быстренько разберемся, как же правильно выбрать автомобильную акустику. Автоакустика бывает круглая и овальная, в некоторых случаях квадратная. Как правило, круглые динамики устанавливают в передние двери, овальные – в заднюю полку. У круглых динамиков самые популярные размеры – это 10, 13 и 16 см. У овальных 10 на 15, 13 на 18, 16 на 23 и 18 на 25 см. Также при выборе стоит учитывать монтажную глубину динамиков и диаметр установочного отверстия, так как оно может быть меньше, чем общий диаметр динамиков. Существует два типа акустики – коаксиальная и компонентная. У коаксиальной акустики все выводы звука расположены в одном динамике, у компонентной – в разных. То есть у компонентной акустики низкочастотники, среднечастотники и высокочастотники можно расположить в разных местах для улучшения качества звучания. Профессионалы рекомендуют устанавливать круглую компонентную акустику в передние двери, а овальную коаксиальную – в заднюю полку. Для раскачки динамиков нужен усилитель звука, будь то внешний или встроенный в головное устройство. Чем выше чувствительность динамиков, тем менее мощный нужен усилитель, поскольку у динамиков с высокой чувствительностью более низкая мощность. Но это не значит, что маломощные динамики будут играть хуже, чем те, у которых мощности больше. Это значит лишь только то, что им потребуется чуть меньше мощности, чтобы играть на хорошем уровне. Важно, чтобы сопротивление динамиков совпадало с усилителем, которому будут подключать эти динамики. А что касается частотного диапазона, тут все в принципе просто. Чем шире частотный диапазон, тем живее будут звучать музыкальные композиции. Выбрать акустику не так уж и сложно, а вот с ее самостоятельной установкой могут возникнуть проблемы, поэтому тут следует обратиться к специалистам. А самостоятельно можно поставить палец вверх и подписаться на наш канал. С вами была Настя и рубрика 130 секунд.